Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Мы снова с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломитцев продолжают отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, почему Бог допускает смерть маленьких детей? Я думаю, что этот вопрос возникает прежде всего по причине того, что люди связывают смерть с какими-то неправильными действиями. То есть, если человек плохо поступал, то тогда он умрет раньше или умрет в страшной смерти. Иногда так и бывает в действительности, когда мы видим в Писании, Писание говорит о том, что Бог наказывает некоторых людей, сокращая их жизнь по человеческим меркам, когда мы смотрим. А вот когда мы смотрим на детей, ведь они маленькие, они же еще ничего не сделали, они еще не сознательны, не могут осознавать свои действия в достаточной степени. И здесь, конечно же, возникает вопрос, это кажется несправедливым. Сразу нужно сказать, что полного объяснения этого вопроса мы не найдем, пока мы живем здесь на земле. Но мы можем увидеть некоторые достаточно глубокие истины, которые позволяют нам увидеть более широко суть происходящего для того, чтобы сформировать, по крайней мере, правильное отношение к этому явлению. Ну, первое, с чего нужно начинать, это с того, что жизнь каждого человека, продолжительность жизни каждого человека определена Богом. Мы точно знаем, что жизнь разных людей имеет разную продолжительность. Кто-то живет до ста лет, кто-то умирает в просвете сил, кто-то умирает в младенчестве. И вот об этом сказано в 138-м псалме, 16-й стих, сказано, «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть, еще до того, когда человек родился на земле, уже все дни, определенные этому человеку, уже есть, они записаны у Бога. То есть, мы точно знаем, что эта продолжительность жизни определена Богу. Теперь, конечно, возникает второй вопрос, а почему Бог определяет вот именно такую продолжительность жизни? Вот здесь нам еще немножечко сложнее, потому что Бог не все открывает нам. Есть у него очень много того, что нам недоступно. В книге Второзакония 29.29 написано, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и детям нашим, чтобы мы исполняли все слова закона сего. То есть, Библия ясно говорит, что есть масса вопросов, недоступных для нашего понимания. Правда, мы можем предположить, мы точно знаем, что все, что Бог делает, все к лучшему. Все, что Он делает для своих детей, для верующих, все к лучшему. Во-первых, мы знаем точно, что дети, которые еще не достигли сознательного возраста, что они, исходя из того, что говорит Писание, они, их души принадлежат Богу, они спасены. То есть, это первый вопрос, может быть, мы можем предположить, что если этот ребенок вырос бы, и он в своем решении не последовал бы за Иисусом Христом, и его жизнь, в конце концов, оказалась бы в аду, на вечность, его душа. И по этой причине это может быть одна из причин. Мы не знаем, опять-таки, всего этого комплекса явлений, но это может быть одна из причин. Вторая причина, которая может быть, допуская смерть маленьких детей, Бог имеет определенный разговор с родителями этого ребенка, с людьми, которые рядом находятся. Опять-таки, мы не знаем, почему этот разговор такой трагичный, такой жесткий. Мы не знаем, почему это происходит. Но мы точно знаем, что самой правильной реакцией любого человека в подобных обстоятельствах было и будет приближение к Богу, смирение перед ним. Самая правильная реакция в том, чтобы искать возможности доверить свое сердце Богу, свою боль и свои трудности для того, чтобы пройти это испытание в уповании вдове и Господу, а не в бунте, не в противостоянии. То есть, это вторая причина, по которой мы видим, что происходят подобные вещи. И эти две причины, они неисчерпывающие. То есть, возможно, есть какие-то другие. У Бога есть какие-то обстоятельства, какие-то причины. И эти причины достаточно сильны, чтобы допустить людям, которые Бог любит, пройти через такую значительную боль, как потеря своего ребенка. Поэтому, как я уже сказал, самая правильная реакция, которая может и должна быть в сердце верующего человека в такой ситуации, она очень хорошо была когда-то выражена Иовом, когда он говорил, Бог дал и Бог взял. И эта реакция говорит о признании того, что Бог выше нас. И мы в смирении, в тишине своего сердца принимаем даже самые большие скорби, понимая то, что надежда и упование на Него – это самое большое и самое главное, что есть в нашей жизни. Помоги Господь вам в этих обстоятельствах. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слова.org. А ваши вопросы вы можете прислать нам по адресу radio.atslova.org. Благослови вас, Бог!